Константиновская расположена на берегу Волги вблизи Тутаева. Сегодня здесь проживает более пяти с половиной тысяч человек. В окрестностях еще две тысячи. На работу ездят в основном в Ярославль, но несколько раз в неделю культурные мероприятия в местном ДК. Правда, сейчас здесь никаких репетиций. В народе дом культуры из-за размаха прозвали театром. Масштаб ремонта соответствующие. Меняют потолки, то тут, то там протекает крыша, вентиляция не работает, а танцевальный паркет трещит громче музыки. В планах обновить и фасад. Если главный вход, местная достопримечательность, то сзади словно смотришь на другое здание. А в этих стенах занимается 27 творческих коллективов. Самым маленьким артистам всего три года, но сейчас единственный кабинет для репетиций – зрительный зал. Все дети талантливые. Мы занимаем много призовых мест в районных, в областных, международных сейчас конкурсах. И даже в пандемию продолжали заниматься, как-то находя какие-то варианты дистанционно, участвуя в онлайн-конкурсах. Тяга к искусству у константиновцев в крови. Дом культуры открыли в 1957 году. Здесь выросло уже несколько поколений – актеров, музыкантов, художников и фотографов. Очень много приезжих было интеллигенции, которые работали на заводе. И востребованность была. Большая востребованность. Проходили, организовывались фестивали, смотры художественной самодеятельности, цеховые. Это было месяца два – это были большие праздники. Ремонт исторического комплекса проводится в рамках нацпроекта «Культура». Всего выделено около 15 миллионов рублей. Из них почти 10 – из федерального бюджета. Для многих наших клубов, сельской местности, в малых населенных пунктах, в малых городах нацпроект – это возможность привести порядок в свою материальную базу. И для нас большая честь, что в этом году пять наших домов культуры в пяти районах прошли конкурс, выиграли средства по нацпроекту «Культура». Открытие Дома культуры запланировано на октябрь этого года. Иван Савинов, Сергей Мозилов и Сергей Ватин. День в событиях.